Матч очередного тура первой лиги между Енисеем и нефтехимиком. Сегодня может быть даже и неплохо, что эта игра пройдет на манеже, который успел уже запомниться и, наверное, даже полюбиться некоторым любителям футбола в нашей стране. Да, ждем, когда же, когда же у нас переместится футбол «Красноярский» на открытый воздух. Пока же следим за первыми секундами противостояния Енисея и нефтехимикой. Опять же, я напомню хронологию событий. В прошлом сезоне Станислав Антипин заходил как основной голкипер. Дмитрий Ребров должен был быть вторым, Евгений Столл... О, какой удар! 1-0, Енисей выходит вперед. Между тем пушечный удар Егора Иванова. Ну и вот не такие многочисленные аплодисменты, да, далеко до аншлага сегодня, но приветствуют Егор. Даже те, кто пришел сегодня, естественно, Енисея играет для болельщиков, как и любая другая команда. Ну и этот гол не может не порадовать болельщиков с эстетской точки зрения так точно. Получают мяч на чужой половине поля, получают в финальной третьей, ну и, по сути, практически сразу бьют по воротам. Все, под них особо никто не открывается. Ну вот классный момент у Енисея. Иглушков как раз после скидки Окладникова выходил на ударную позицию. Иглушков открывается, да. Вот то, о чем я и говорил, и то, чего сейчас не хватает нефтехимов. Вот здесь у Енисея это все было разыграно пусть простенько, но при этом со вкусом. И это голевой момент. Ну вот шанс и перекладина. Вот как тебе такой момент? Это тоже очень здорово. Это вот как раз мы приписывали, да, это нефтехимик уже по ходу первотайма. Я говорил о том, что нефтехимик умеет разыгрывать интересные стандарты, в частности угловые, и команда делает в определенные моменты сезона и времени на это упор. А вот сейчас-то классный, интересный розыгрыш мы от Енисея как раз увидели. Это скидочка на третьего игра. Бардемахин по левому краю урывается уже в штрафную, обыгрывает Талалая. И подача на дальнюю. Пустые ворота. И как не забил сейчас Канаблин? Нельзя сказать, что забить было проще, чем не забить. Нет. Этот эпизод достаточно сложен был с технической точки зрения. Под этот мяч нужно было подстроиться. Причем мяч такой был именно резанный, с очень сильным кручением. И в прессинге принимал активное участие в подыгрыше для своих партнеров. В принципе, матч провел не выдающийся, не яркий, но при этом достаточно крепкий. Вот шанс у нефтехимика Кокоев. И кто выбивает мяч? Это Владимир Хозин. Кокоев считает, что пересек мяч линию ворот. Давайте будем изучать. Вот удар Кокоева. Мяч катится. И, ну, кстати, могут быть здесь вопросы. Пока Ломакин. Подача. Гол. И гол. Забивает Енисей. 2-0. Виталий Стежко принимает подправление, правильно? Да, правильно. Стежко очень здорово. Первым темпом на ближнюю штангу открылся. Простенькая, но со вкусом исполненная. И самое главное, очень чистенькая исполненная подача Ломакина. Левая нога подкручивал мяч в сторону к вратарю. Ну и, соответственно, очень удобно было Стежко подстроиться под этот мяч. Может быть. Хотя, знаешь, Марков бутрячком, прям, откровенно говоря, в этом матче выглядит. И объемами своими, ну, может быть, не прям поражает, но впечатляет вполне себе момент у нефтехимика. Джамила в штрафную врывается. Стежко чисто играет мяч. Здесь, да, потом еще серия отскоков. И Джамилов вот выскакивает сейчас, убегает вроде бы от Стежко. Хозина по страховку не успевает. И прыгает здесь очень рискованно, на самом деле. Вот как раз Раздорских успел зайти в штрафную площадь. Вышел из нее Глушков. О, ой-ой-ой, ну это надо было забивать, конечно, Бардыбахину, но не попал. Да, хороший шанс был у Вячеслава в концовке этой встречи. Или Калемер в чужой штрафную площади шансов соперникам не оставил. Хотя там три центральных защитников высокоростных. Шанс у Глушкова не забил. Еще один момент. Орлов мог до Орлов до уже крупного доводить счет в этом эпизоде. Но тоже не подстроился. Сложный мяч для него был на самом деле скакал. И так из-под себя уже приходилось выгребать мяч 17-му номеру. Максим, мне что-то известно об этом. Вот если честно, не следил. Не следил, но явно этому есть какая-то причина. Так, ну и что, у нас впереди еще, я надолагаю, интервью. Ну а на этом ваш комментатор Антон Сазонтов прощается с вами. До новых встреч на футболе и с победой Красноярск.